Градостроительный совет утвердил проект строительства в Бельцах приюта для бродячих животных. После рассмотрения на заседании совета, состоявшегося в примарии 23 марта, этот проект был принят муниципальными советниками и единогласно. Приют построят в микрорайоне Молодого. В общей сложности он займет территорию площадью 8 тысяч квадратных метров. Приют оснастят всем необходимым для содержания в нем бродячих кошек и собак, санитарным блоком, операционными, изолятором, клетками. На территории также построят административное здание и кухню. На этой территории, вот она представлена, это более 8 тысяч квадратных метров, запроектирован номер один, это санитарный блок, где животное, которое поступает в этот приют, осматривается ветеринарным врачом, приводится в соответствующее состояние, моется, стрелется, и поступает на осмотр к врачу, если необходимо. Есть предусмотрены две операционные, а также отдел карантина, где животное выдерживается до двух недель. Если оно соответствует его здоровье, не вызывает сомнения, оно поступает в другую зону, зона изолятора. Эта зона, санитарная зона, она полностью изолирована от других животных. Также она обеспечивается технологически тоже, независимо от других, где располагаются здоровые животные. Также на этом объекте, на территории, предусмотрен административный корпус, и с корпусом, он с блокированным корпусом, где ведется приготовление пищи для этих животных. Также есть хозяйственные блоки, и предусмотрены очень современные вольеры. Вольеры утепленные, и также есть открытые вольеры, где расположены губки для этих животных. Также предусмотрена площадка для выгула собак. Есть отдельные вольеры, которые предусмотрены для кошек. Там специальные нормы есть. Если стоимость проекта в размере 130 тысяч леев оплатил фонд Рената Усатова, то непосредственно для строительства приюта потребуются средства, которые городские власти ожидают от инвесторов, экономических агентов и всех неравнодушных к судьбе бродячих животных жителей Бельц. Как отметил вице-примар города Игорь Шеремет, пока ожидается строительство приюта, специализированные службы начали производить стерилизацию животных. Игорь Шеремет, директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Шеремет, директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Согласно проекту, в приюте смогут одновременно находиться до 400 животных. Для них создадут условия, соответствующие всем санитарным нормам. Кроме того, в приюте оборудуют несколько гостиничных вольеров, которые смогут приносить прибыль. В них за определенную плату своих питомцев смогут оставлять хозяева, покидающие на некоторое время город. Продолжение следует...